Людей, которые занимаются тяжелыми в прямом и переносном смысле видами спорта, в последнее время становится все больше и больше. Правда, официально выяснить, кто сильнее всех в городе и крае, можно только на крупных соревнованиях, вроде чемпионата Приморья по пауэрлифтингу. Традиционное мероприятие в этом году собрало порядка 50 участников, среди которых мужчины, женщины и ветераны. Это мероприятие официально для взрослых, то есть не учитываются те рекорды, которые если будут здесь пытаться установить юноши и юниоры, которые до 23 лет. Здесь идет норматив выполненных показателей, это по взрослым. Чемпионат проходит в формате троеборья, которая является по сути основой пауэрлифтинга. Соревнуются спортсмены в трех дисциплинах. Приседания со штангой, жим лежа и тяга. Тяжелые снаряды, вес которых порой достигает 300, а то и больше килограммов, пытаются поднимать самые разноплановые люди. Некоторые участники не занимаются этим профессионально. Данное соревнование, вообще данный вид спорта является для меня как хобби. И так как я служу мотиватором для своих подопечных, студентов, то есть я являюсь старшим преподателем ПГСХ и также тренером. Поднимать такие веса в какой-то степени помогает фактор экипировочного дивизиона. То есть без специального комбинезона к снаряду здесь не пускают. Этакий костюм с одной стороны дает бонус, так как позволяет больше концентрировать всю силу. С другой стороны, вещь не дешевая, да и не всегда удобная. У меня это экипировочная дивизионная, для которой ты сделаешь больше веса. И она защищает тебя в первую очередь. В приседе 177,5 килограмм, в жиме 80, а в тяге 145. Достаточно другая техника, этому надо учиться и привыкать, потому что это очень больно. Жесткая ткань, она тело твое не жалеет. Сейчас будет жим, он будет производиться в майке. Тоже нешуточное дело. Увы, но Краевая Федерация сегодня переживает не лучшие времена. В первую очередь из-за недостатка финансирования и малого количества энтузиастов. Уже сейчас приморцы заявляют, что дальше, чем за край, на соревнования в следующем году съездить не получится. Однако Федерация, одна из немногих в округе, позволяет официально получить звание мастера спорта. Именно за это сегодня и борются местные силачи. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.